У меня лежал вот так, лужа крови была, мопед, значит, был в заборе. Место, где погиб его сын, Михаил показывает, едва сдерживая эмоции. На освещенной ровной дороге 16-летний подросток с другом был сбит насмерть. Вот кадры той страшной аварии под Воронежем. Автомобиль на скорости под 100 км в час врезается в мопед. Уже после выяснится, что водитель седана задолго до ДТП был лишён прав. А в день трагедии, по свидетельству очевидцев, был ещё и не трезв. Он сидит, не надо его добить. Виновника ДТП 30-летнего Романа Звонова задержали. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Одно из предложений, которые как раз сегодня озвучили в ГИБДД, ужесточить наказание за повторную езду без прав. Максимальный штраф увеличить с 15 до 30 тысяч рублей, добавить административный арест до 15 суток. Поправки в кодекс в МВД уже начали разрабатывать. Это понуждение к тому, чтобы не нарушали. 19 тысяч жизней унесло в прошлом году. 713 детей погибло. Это страшные цифры. Мы их сохранить жизни должны. Статистика, исправить которую в ГАИ стараются как могут. Предлагаю установить новые ограничения, в том числе скоростного режима. То есть не так, как сейчас, когда разрешенная скорость 60 км в час разгоняются водители до 80. Сократить ненаказуемый порог в будущем году могут вдвое, то есть до 10 км в час. А вот скидки при своевременной оплате штрафов в ГИБДД считают правильным сохранить. 1 500 рублей или 2? Светлана Андреевич, аудио-видеозапись ведется в салоне? Я понимаю. Это для чего? Ну, все нормально, я с работы езду домой. Нетрезвая Оренбурженко предлагает инспектору деньги, чтобы отпустил. Без тени смущения. Взятки – еще одна проблема, справиться с которой сейчас пытаются с помощью новых технологий. Вот, пожалуйста, права. Вот документы на машину. Каждый разговор водителя и инспектора фиксирует специальный видеорегистратор «Дозор». Такой сегодня есть практически у каждого полицейского. А вот автономные работают одну смену около 8 часов подряд без перерыва. В следующем году у ГАИ в планах оснастить такой техникой всех инспекторов без исключения. У патрульных меньше соблазнов, у автомобилистов причин дать взятку. Видеорегистраторы присутствуют и в патрульных машинах ДПС. Они записывают все происходящее, и уже после окончания рабочей смены все видео оказывается в дежурной части. Особое внимание к водителям именно сейчас, в преддверии праздников. Трезвый инспектор пьяному автомобилисту даже в Новый год не товарищ. Пощаду тем, кто выпил и сел за руль, не будет. Альтернатива услуга – трезвый водитель, спрос на которую уже вырос в связи с новогодними корпоративами.